МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие работники 2016-го в Севастополе подвели итоги года. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт подачи газа в Крым из материковой части страны после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным трубопроводам на материке. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие также глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Запуск газопровода в Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу всем категориям потребителей на полуострове. Общая протяженность трубопровода составила более 358 километров, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь. Владимир Путин считает важным и серьезным шагом запуск газопровода в Крым. Поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего комплекса, экономического комплекса, всего комплекса рекреационного, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе. Как вы знаете, в этом году мы проложили уже один энергомост, и на полуостров подается электроэнергия в объеме 800 мегаватт. Но вот сегодняшнее событие – это еще один очень серьезный и очень важный шаг в развитии Крымского полуострова, имея в виду, что на базе поступающего в Крым газа будет построено в ближайшее время, в 2017-2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все потребности текущие и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя. В стране вступил в силу запрет на розничную торговлю непищевыми товарами, который содержит более 25% этилового спирта. Соответствующее постановление подписано главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Мера связана со случаями острых отравлений. Напомним, в Иркутской области произошло массовое отравление бояришником, в результате которого погибли 76 человек. Позднее выяснилось, что концентрированное средство содержало метиловый спирт. Временное ограничение продажи спиртосодержащей непищевой продукции установлено на 30 суток. Оно не касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Территориальный отдел Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополь информирует, при выявлении в продаже спиртосодержащей непищевой продукции будут применены меры административной ответственности, предусмотренные статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях, незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Кроме штрафа, данной статьей предусмотрена возможность конфискации предметов административного правонарушения. Должностные лица Роспотребнадзора будут осуществлять арест таких товаров. Также они будут незамедлительно передавать соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы. Спасатели России отметили профессиональный праздник – 27 декабря – День спасателя. Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей. Севастопольских спасателей с праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсяников. Текст поздравлений размещен на сайте правительства Севастополя. По словам руководителя региона, сотрудники главного управления МЧС России по городу Севастополю неоднократно доказывали свое высокое мастерство и эффективность работы в экстремальных условиях. В уходящем 2016-м они первыми приходили туда, где людям требовалась помощь. Выполнено 5000 боевых выездов, спасены жизни свыше 100 человек, ликвидировано более 250 пожаров, обезврежено почти 5000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Главное управление МЧС по Севастополю сегодня насчитывает свыше 600 человек. Торжественное собрание для них провели на территории пожарно-спасательной части номер 6 в Гагаринском районе. Подробности расскажет Анастасия Синица. Российский корпус спасателей начинался с 17 человек. Структуру основали 27 декабря 1990 года. Ее председателем стал Сергей Шойгу, нынешний глава Минобороны. За время существования ведомство несколько раз меняло название. Летом 1991-го это был Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в январе 1994-го его преобразовали в министерство. Профессиональный праздник сотрудников МЧС, согласно президентскому указу, установили 27 декабря. МЧС на самом деле это огромная сила. Это люди разных специальностей, профессий. Но все самое главное, что они специалисты в своем спасательном деле. МЧС это сила. И служить здесь это для меня на самом деле гордость. Потому что никто кроме нас эту работу не сделает. Торжественное собрание на территории 6-й спасательной части начали с открытия памятника ветеранам ведомства. На постаменте пожарная автоцистерна ЗИЛ-130, 89-го года выпуска. Машина была в строю 25 лет и служила незаменимым помощником в борьбе со стихией. Машина боевая была. И вот ее, она заслужила, чтобы ее установить на такой постамент и вот ей такие почести отдать. Может подать 10 стволов, может подать пену, забрать воду, потушить любой пожар. И мы тушили. Я пришел, она уже здесь была на вооружении. Мы ее постоянно поддерживали в боевой готовности. И служила верой и правдой. В 2016 году число пожаров в городе сократилось на 14%. А вот количество единиц современной спасательной техники в автопарке МЧС, напротив, возросло. В арсенале огнеборцев штабные автомобили, машины повышенной проходимости, мотоциклы, пожарные автоцистерны и другое оборудование. За 2016 год были достигнуты все показатели, которые были поставлены министром. Это оснащение техниками спасательного оборудования на 100% подразделений главного управления. А также в этом году было поставлено беспилотные летательные аппараты и инженерная машина для обезвреживания боеприпасов времен Великой Деятельности. В главном управлении МЧС по Севастополю 653 сотрудника. Лучших отметили досрочными воинскими званиями, медалями и благодарственными письмами. Поощрили и представителей городских СМИ, которые в течение года активно освещали работу ведомства. В числе награжденных генеральный директор севастопольской телерадиокомпании Сергей Норманский и корреспондент нашего телеканала Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. В ночь на вторник на развилке президентской дороги в районе Инкермана загорелась фура. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. Прибыв к месту возгорания, пожарные установили, горит кузов грузового автомобиля. Благодаря работе восьми спасателей на двух единиц аспект с техники, чуть больше, чем за полчаса очаг удалось погасить и избежать угрозы распространения огня на прицеп фуры. На данный момент причина пожара устанавливается. В селе Родное запустили артезианскую скважину. Она сможет дать жителям 200 кубометров воды в сутки и полностью обеспечит населенный пункт водой. Ранее живительная влага подавалась с перебоями. Летом колодцы в селе пересыхали, а водоканал регулярно занимался подвозом питьевой воды. Теперь проблема, которая не решалась десятилетиями, наконец устранена. Подробности у Сергея Краснослободцева. Проблема с водоснабжением в селе Родное не решалась десятилетиями. Водопровод здесь есть, однако вода подавалась с перебоями. В летний период ее подача прекращалась и вовсе. Водоканал ежедневно подвозил живительную влагу автоцистернами. Водоснабжение села из подземных источников обсуждалось давно. Скважину пробурили еще в 2012 году. Однако при Украине вопрос так и не решился. Было принято решение водоканалом восстановить за свои собственные силы водоснабжение села Родного. Почему не проблемное? А потому что это не проблема для таких специалистов, как работники водоканала города Севастополь. Поэтому со всеми проблемами справились, сложности больше нет. Село Родное у нас сегодняшний день с водой полностью и целиком. Буквально за несколько месяцев специалисты водоканала смонтировали на месте скважины современное насосное оборудование, системы контроля и резервный источник питания. Сегодня объект уже построен с помощью специалистов и денежных финансов водоканала. Мы его довели до ума, запустили. Сегодня скважина глубиной 124 метра полностью готова к эксплуатации. Я думаю, что с этого дня те, которые проблемы были, особенно в летний период с водоснабжением у жителей села Родного, они ушли в историю и прекращают жить. Глава Терновского муниципального округа Владимир Прокопенко выразил благодарность от жителей села Родное, правительству Севастополя и работникам водоканала. Мы благодарны и водоканалу, и правительству в лице губернатора за то, что данную проблему закрыли, потому что для жителей села Родное это было принципиальной проблемой, и её решение было необходимо в кратчайшие сроки. Скважина будет давать около 200 кубометров воды в сутки. Специалисты уверены, этого достаточно для круглосуточного обеспечения села водой. Более тысячи человек теперь смогут пользоваться чистой артезианской водой в любое время. Для этого достаточно лишь открыть кран. Сергей Краснослободцев, Делявер Меджитов, информационный канал Севастополя. В Севастополе подвели итоги 2016 года. В Театре имени Луначарского отметили лучших работников социальной сферы, медицины, силовых структур, образования, а также спасателей и представителей общественных организаций. Всего несколько десятков номинаций. Также грамоты и ценные подарки получили многодетные семьи. Отдельно отметили отличников обучения школ и училищ. Представители городских властей заявили, город в 2016 году добился значительных результатов. Ведётся ремонт дорог, обновляется парк машин скорой помощи, школьных и городских автобусов, современных троллейбусов. Приводится в порядок детские сады и школы. Набираясь на мнение и поддержку севастопольцев, правительство делает всё, чтобы город стал чище и краше. Мы надеемся на то, что 2017 год – это год, в который будут реализованы наши новые планы и новые надежды. Я знаю, что для этого нам нужно верить. Верить в себя, в свои силы. Верить в наше любимое отечество. Верить в свой город. Город-герой Севастополь. В Севастополе на пляже Омега погибли 9 лебедей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их информации, причина гибели птиц заключается в чёрном хлебе, которым кормят лебедей. Люди уверяют, что он вызывает тяжёлое брожение в желудочно-кишечном тракте. Всех посетителей пляжа Омега неравнодушные горожане просят не кормить птиц чёрным хлебом. Напомним, по мнению специалистов, лучшая еда для пернатых – это варёные овощи, морковь, капуста, сваренные пшеница или овёс. Проблемы трудоустройства людей с инвалидностью обсудили на заседании круглого стола в общественной палате Севастополя. По словам его участников, ежегодно количество людей с ограниченными физическими возможностями неуклонно растёт. Сейчас 5% жителей Севастополя с инвалидностью. Как помочь им найти себя и как организовать для них рабочие места, расскажут наши журналисты. Трудовая занятость для человека с ограничениями по здоровью – это не только способ экономически обеспечить и поддержать своё существование, но и возможность реализовать свои способности, социализироваться. К сожалению, цифры официальной статистики свидетельствуют о том, что количество севастопольцев с особыми потребностями неуклонно растёт. В городе около 25 тысяч инвалидов, а это 5% населения Севастополя. Ежегодно такой статус получают почти полторы тысячи детей. Вопросы круглого стола актуальны и для семьи Большаковых. У сына Натальи Владимировны проблемы со здоровьем с рождения. В будущем году мальчик заканчивает 11 класс на томного обучения. Перед нами стоит очень остро проблема обучения и трудоустройства дальнейшего. У него есть способности технические, то есть он любит паять, любит ремонтировать технику. Однако в нашем городе это очень тяжело сделать. Региональная общественная организация Ассоциация работающих инвалидов города Севастополя не первый год занимается реализацией социально-производственной программы «Артель 21 века». Объединяет 300 инвалидов и членов их семей. На заседании круглого стола представители организации презентовали проект «Найди себя по трудоустройству и адаптации людей с ограничениями здоровья». Программа направлена на организацию 8-12 рабочих мест. Рассчитана на год, экономически обоснована. Общий объем финансирования почти 9 миллионов рублей. Наши программы позволяют нам создавать рабочие места, позволяют нам учить инвалидов. Вот одна из программ сегодня будет представлена, которая позволяет нам проводить учебу инвалидов на компьютерах, на ремонте компьютерной техники, мобильной связи, бытовой техники. Что, на наш взгляд, будет решением очень многих вопросов, связанных с существованием, собственно говоря, людей. Улучшение условий жизни инвалидов, как одно из самых социально уязвимых категорий населения, входит в число приоритетных задач государства. В России существует большое количество законов, которые дают возможность трудовой деятельности людям с ограниченными возможностями. Поддержка государства в вопросах трудоустройства инвалидов обязательно, говорит Артем Бабошко. Наша задача, чтобы законодательное собрание или правительство, я сейчас не могу точно сказать, увидели эти федеральные законы и создали на их базе наши местные городские законы в защиту, скажем так, прав инвалидов. Наталья Шульга, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя. Это были новости на информационном канале Севастополя. Для вас работал Дмитрий Дудко, и я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин